Ну что же, всем здравствуйте! У нас наконец-то запланированный прямой эфир. Это будет большое видео, я думаю, в районе часа. Я буду отвечать на самые популярные вопросы, которые я объединил в такие всеобъемлющие вопросы, что ли, да? Я буду отвечать на ваши типичные проблемы по тревожным расстройствам, и вегетативные симптомы, и панические атаки, агорофобия, ипохондрия, УКР, ошибки в терапии, все, что с этим связано. Давайте не будем терять время, потому что поступило почти 300 вопросов. Пришлось их всех прочитать, и как-то классифицировать, и как-то объединить. И, в общем-то, думаю, у меня это получилось. Конечно, какие-то вопросы пришлось пропустить, потому что они очень похожи. И думаю, что если вы посмотрите внимательно это видео, и поставите задачу не просто услышать ответ на именно ваш вопрос, а поставите задачу понять, тогда вы сами сможете ответить логично себе на ваш вопрос. Вообще, я бы хотел сказать, что вот эта способность понимать глобально, она очень важна в терапии неврозов, потому что большинство пациентов хотят, чтобы вы ответили локально на их вопрос. Например, про ком в горле, или там ощущение пошатывания, или там еще какие-то вегетативные или психофизиологические особенности. И им кажется, что должен быть ответ именно локально про их симптомы. Но сейчас предлагаю внимательно меня послушать. Прежде всего, вы должны понимать, что человек с неврозом – это не человек, который чем-то заболел. И устранять симптомы вегетативного проявления и соматофорного проявления невротических расстройств неправильно. Объясню почему. Эта ошибка у вас в голове связана с тем, что вы привыкли лечить болезнь с симптомом центрированным. Насморк, боль в горле, кашель, температура. По каждому из симптомов у вас есть привычная схема поведения. Вы принимаете какой-то препарат или делаете что-то, какую-то процедуру или какое-то дело для того, чтобы избавиться от какого-то конкретного симптома. И вот эта логика у вас применяется в терапии вегетно-сосудистой дистонии, в терапии тревожных расстройств, в терапии генерализованных расстройств тревожных и депрессивных и панических. Это ошибка. Вы должны это понять. Запомните, таргетировано лечить симптом при невротическом расстройстве, во-первых, невозможно, нельзя и неправильно, и бесполезно. То есть, искать терапию экстрасистол, кома в горле, диареи кишечника, чувство неполности вдоха, пошатывания, шаткости, каких-то других самотофорных, вегетативных проявлений, их великое множество, таргетировано нельзя. Вы должны закончить, ставить задачу, пытаться избавиться от какого-то локального симптома в вашем теле. И это же касается и ОКР, мы об этом еще сегодня поговорим. Поэтому первое, из чего бы я хотел начать нашу сегодняшнюю лекцию, не пытайтесь устранить какой-то локальный вегетативный симптом при невротическом расстройстве. Почему? Причина многообразия шаткости, комы в горле, диареи, экстрасистола, тихикардия, давления и все, что связано с огромным количеством вегетативных соматизаций – это тревога. Когда человек находится в длительное время в тревожном состоянии, он постоянно бустит своей тревогой свою психофизиологию. Если человек постоянно из-за хронической тревоги бустит свою физиологию, она, эта физиология, откликается логичным повышенным психовегетативным стимуляциям. Поэтому вы не сможете устранить экстрасистолы ком в горле или какие-то другие самотоформные проявления в теле без купирования главного буста, главного тревожного компонента. Поэтому огромное количество вопросов, связанных с тем или иным феноменом физиологии тела, ответ очень простой – это проявление тревожного хронического состояния. И чтобы устранить такое многообразие симптоматики – шаткость, залость, холм в горле, давление, экстрасистолы, тахикардия и так далее, и тому подобное, в том числе навязчивые мысли и ритуалы, и панические атаки и так далее. Сейчас мы об этом поговорим. Главная задача – устранить не таргетированный симптом, устранить сам очаг тревожного напряжения. И вот это очень и очень важно. Ну что же, поехали по вашим вопросам. Их очень много, и отвечать буду, стараюсь и коротко, и детально в том числе. Поехали. Мысли… Вот первый вопрос. Можно ли раз и навсегда избавиться от ВСД и панических атак? Ответ – не только можно, нужно, и это больше, чем реальность. Отвечаю. Чтобы избавиться раз и навсегда от ВСД, а вегетососудистая дистония – это физиологическое проявление тревожного состояния, вам надо избавиться от тревожного состояния. Не избавившись от тревожного состояния, вы всегда будете пустить вегетативную систему. И здесь нет никакого удивления. Тут же можно взять дифференциальную шкалу. Если ваша вегетатика очень активна, это значит, что вы очень эмоциональны и очень тревожны. И следующая часть вопроса. От панических атак можно ли избавиться раз и навсегда? Панические атаки – это неправильная интерпретация своего самочувствия, неправильная интерпретация ощущения в сердце, неправильная интерпретация ощущения стимуляции физиологии вашего организма. Поэтому, чтобы научиться не паниковать и не испытывать приступы паники, это возможно, это делается несложно. Есть несколько этапов. Первый этап – это образовательный, второй этап – это поведенческие упражнения. Можно и нужно. Это несложно. Гораздо сложнее избавиться от основной тревожной компоненты, и мы поговорим сегодня почему. Избавиться от панических атак – это вопрос вашей мотивации, вашего желания, и вопрос вашей включенности в терапию, что ли, да? Идем дальше. Мысли, что можешь с собой что-то сделать. Как отличить действительно реальные намерения от навязчивых мыслей? Это очень частый вопрос, который задают пациенты, которые испытывают навязчивые мысли из серии «взять ножи», «кого-то убить», «спрыгнуть с балкона» или какие-то сексуальные мысли, или еще какие-то. Сами по себе эти мысли являются метафорой. Это не является приказом, это не является намерением. Это метафора. Когда человек испытывает обсессивно-компульсивное основное базовое расстройство, он безумно не уверен в себе. И вот эта неуверенность в себе метафорично преломляется в эти сомнения. Человек вообще в принципе с неврозом очень сильно не уверен в большинстве случаев. И вот эта неуверенность, она как бы метафорично преломляется в окружающее пространство. И особенно люди с ОКР, которые потеряли в себе уверенность, или которые не были уверены никогда, которые умеют как бы жить только по определенным правилам, как правильно и как неправильно, как нужно и как не нужно, испытывают огромное количество сомнений. Поэтому, когда актуализируется обсессивно-компульсивное расстройство, люди начинают сомневаться. А это нормально, что я об этом думаю? А это нормально, что я об этом подумал? А если я? А если я? А если я? И вот эти мысли начинают пугать человека, потому что он настолько не уверен в себе, что он допускает, что эти мысли могут быть как-то угрожающими. Поэтому, чтобы это понять, надо уяснить для себя, что любые обсессивные мысли при ОКР и при неврозах – это всегда история про сомнение, не про желание, не про намерение. Это всегда про повышенную тревожность и про то, что вы в этой тревожности постоянно начинаете сомневаться. А дальше вы просто метафорично преломляете. На кухне ножи, балконы, мысли какие-то и так далее. Поэтому это первое. Второе. Надо понять, что когда человек испытывает намерение что-то сделать, он не испытывает никакого страха, он не испытывает никакого критического мышления по этому поводу. Он говорит, я хочу, потому что мне это надо для того, что ОКРщик – это человек, который просто фантазирует какую-то мысль из серии «Как я сейчас буду плохим?» Как бы не быть плохим? Как бы не выйти за рамки? Как бы не опозориться? Как бы не подвести? Как бы не лохануть? А как я сейчас могу проявить свое недоверие к себе? И вот здесь как раз-таки возникает главная наша с вами проблема. И вот это надо понимать. Следующий вопрос. Отличается ли чем-то терапия генерализованного тревожного расстройства от терапии невроза? Генерализованное тревожное расстройство и терапия невроза не отличается ничем, потому что терапия невроза – это всеобъемлющее, так скажем, название в целом. И терапия невроза – это терапия над основной тревожной компонентой. То есть человек, который занимается терапией невроза, он занимается не терапией симптомов. Он занимается терапией причины, которая вызывает хроническое тревожное состояние. Поэтому это одинаковые абсолютно модели. Причина хронического тревожного состояния очень разнообразна. Это может быть вопрос личной жизни, это могут быть вопросы самостоятельности, это могут быть вопросы самовыражения, ведь человек не может быть собой. Человек боится выражать свои мысли, чувства, желания. Он осуждает свои чувства. Например, я хочу черные трусы, а мама говорит, что надо одевать белые трусы. И если я одену черные трусы, мама расстроится. И как бы жить так, чтобы не расстроить маму, но и одновременно жалко, что я в черных трусах не хожу. Ну, такая простая метафора. Поэтому генерализованное тревожное расстройство и терапия неврозов не отличается ничем. Мы лечим основную причину, которая вызывает тревогу. Следующий вопрос. Вопрос по тяжелой усталости при неврозе никак не получается улучшить ситуацию. Действительно, большинство тревожных расстройств сопровождается астении. И здесь очень важно понять правильный алгоритм терапии и дифференциальной диагностики. Есть два вида астении при невротических расстройствах. Истинная и вторичная. Когда человек находится длительно в тревожном расстройстве, он истощен. Его психофизиология истощена. И многие испытывают астению и психостению, связанную с эмоциональным истощением. В таком случае эмоциональная астения и психостения уйдет тогда, когда человек уберет постоянное тревожное состояние внутри. И восстановится и отдохнет. Когда человек решит для себя все внутренние противоречия. Когда человек примет и смирится с определенными действиями. Когда человек добьется определенных результатов и так далее. Тогда психостения и астения именно этого характера уйдет сама собой. Но есть второй вид вторичной астении. Когда человек испытывает тревожное расстройство. И на фоне тревожного расстройства или в сочетанной форме происходит, например, железодефицитная анемия. Или происходит вторичный дисбаланс половых гормонов. Или происходит просто гиперрасход железа в организме. Или человек начинает просто мало есть. У него возникают дефициты внутренних элементов и витаминов и важных элементов в организме. И вот тогда возникает как бы сочетанная проблема. Человек испытывает хроническое переживание из-за своего невротического расстройства. Плюс к этому может параллелиться железодефицитная анемия, низкий гемоглобин, низкий ферритин, проблема с щитовидкой, половые гормоны. И горе специалисты, психологи не могут понять, что очень часто человек, который жалуется на невротическую слабость, это не всегда 100% просто проблема психологическая. Очень часто мы видим просто железодефицитную анемию. И стоит поднять препаратами железа уровень ферритина и гемоглобина, человек становится бодр, активен. То же самое касается уровня тестостерона у мужчин, то же самое касается гормонов щитовидной железы, то же самое касается нормализации питания, сна и отдыха и приема витаминов группы В. То есть, чтобы выйти из невротической астении, надо понять ее причину. Надо сдать уровень гемоглобина, уровень ферритина, гормоны щитовидной железы, половые гормоны. И гормоны, витамины группы В. Если у вас нет дефицитов по этим показателям, значит, скорее всего, мы говорим о психостении, если мы исключаем другую сопутствующую патологию, которую вы прошли ранее дифференциальной диагностики, у вас нет никаких хронических воспалительных процессов, которые забирают силы, нет никаких кровотечений скрытых, нет никаких серьезных каких-то заболеваний, которые могут тоже приводить к слабости и вялости. Чтобы справиться с психологической астонией, как следствие невротического тревожного расстройства, нужно решить невротическую проблему, восстановиться и жить дальше. Здравствуйте, Алексей. Не могу справиться с симптомами ВСД. Поработала все, что возможно. Прошла ваш базовый курс. Справилась с паническими атаками. А симптом не уходит. Может ли он постепенно должен уйти? Наталья спрашивает. Наталья, большое спасибо, что вы посмотрели базовый курс и справились с паническими атаками. Как вы поняли, это не так сложно. Но теперь смотрите, что очень важно понять вам и всем слушателям. Симптомы ВСД – это показатель того, что причина, которая постоянно стимулирует тревогу, она не устранена. Вы можете ходить на большое количество курсов по паническим атакам, по агорофобии, по ОХР. Но если вы не устраните основной компонент, который вызывает у вас тревогу, ваша вегетативная стимуляция продолжится даже при том, что вы не испытываете панических атак. Например, сейчас просто пример. У женщины были панические атаки и вегетативная стимуляция. Она прошла какой-то курс по паническим атакам, мой или моих коллег, и научилась не паниковать себя, поняла, что это не страшно, сделала упражнение 33 усиления, образовалась и все хорошо. Но проблема заключалась в том, что она длительное время не может принять решение с мужем. Длительное время она находится в состоянии обиды или подозрения в том, что он ей изменяет. Или у нее длительное время проблема с мамой, проблема с самореализацией. Она длительное время не может реализовать себя и не может никак начать жить своей жизнью. Она переживает детей или еще что-то. И вот она думает, что ее главная проблема – это панические атаки и вегетативная стимуляция. С паническими атаками она справилась, а вегетативная стимуляция продолжается. Поняли ответ? Вегетативная стимуляция будет продолжаться до тех пор, пока вы не решите с собой и с окружающими обстоятельствами отношения и окружающие обстоятельства. И вот когда все ваше жизнь будет сбалансировано, будут какие-то проблемы, но они не будут для вас такими острыми, когда вы будете относиться к этому по-другому, чего-то добьетесь, чего-то решите, где-то примете решение, придете, уйдете, добьетесь, делаете, разрулите, вот тогда это все и закончится. Идем дальше. Как справиться с посттравматическим стрессовым расстройством? Чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, нужно обратиться к специалисту, который занимается именно посттравматическим стрессовым расстройством. Это не относится к классу неврозов. Добрый день, Алексей. Справляюсь с паническими атаками благодаря вашему базовому курсу. Вопрос такой. Ощущение нереальности происходящего посещает, когда волнуюсь, когда куда-то должна пойти, поехать, когда остаюсь одна. В общем, очень-очень часто из-за этого появляется волнение. Паника при этом научилась справляться, стараясь относиться к этому как к головной боли. Но это состояние очень напрягает. Работаю с психологом лично, но мне очень важно ваше мнение. Наталья, опять же. Наталья, смотрите. Ощущение нереальности происходящего посещает, когда волнуюсь, когда куда-то должна пойти, поехать, остаюсь дома одна. Это говорит о том, что основная проблема и основная причина, которая вызывает у вас ваше расстройство, это какое-то ваше отношение к тому факту, что вы остаетесь одна, к тому, что вам надо куда-то поехать. Возможно, вы хронически не уверены в себе человек. Возможно, вы хронически не умеете самостоятельно что-то делать. Возможно, вы очень сильно не уверены в том, что у вас получится. Возможно, вы хронически чувствуете себя не в безопасности. Возможно, вы не доверяете себе. И, возможно, у вас просто нет опыта того, что вы можете самостоятельно. Поэтому, возможно, ваша терапия идет немножко не в ту сторону. Следующий вопрос. Добрый день, с вами с 2011 года. Состояния были разные. Пробиваюсь к вам на разбор кейса. Пятый год в терапии, не понимая своей проблемы. Смешно, да-да-да-да. Опять Наталья. Одни Наталья у нас сегодня. Наталья, я вам написал в Инстаграме, в комментарии к вашему вопросу. Я предлагаю ваш кейс разобрать на онлайн занятия. И давайте посмотрим, что там у вас так долго затянулось. И кто же так никто не может, почему вам никто не может помочь. Предлагаю вам разобрать кейс в прямом эфире. Мучают очень экстрасистолы. Каждый день уже 6 месяцев. И высокое артериальное давление. Смотрите, экстрасистолы и высокое артериальное давление – это следствие повышенной тревоги, повышенного хронического тревожного расстройства. Нельзя ставить задачу убрать только экстрасистолы и высокое артериальное давление. Возможно, длительное время у вас проблемы с мужем, у вас проблемы с родителями, у вас проблемы с самореализацией. У вас проблемы с постоянным чувством нарастающего такого безвыходной ситуации в жизни. И решать надо эти ситуации в жизни. Решать надо именно вопросы с мужем, с женой, с работой, с самореализацией, с самопыражением. А не бегать по интернету и искать вопросы про экстрасистолы. Надеюсь, вы меня услышите. Здравствуйте. Могут ли недавние роды стать триггером к неврозу? Спасибо. Спасибо, Светлана. Да, действительно, роды могут и очень часто являются триггером к манифестации тревожного расстройства. С чем это связано? Несколько примеров. Пример первый. Девушка всегда была очень ответственной, она всегда была очень гиперконтролирующей и очень неуверенной в себе. И тогда роды становятся как бы фатальной ситуацией, где ее повышенный гиперконтроль, ее повышенная тревога и неуверенность просто материализуются в одной ситуации в ответственности за ребенка. Второй вариант заключается в том, когда ребенок рождается, женщина может испытывать повышенную психологическую нагрузку в целом. И если муж не уделяет ей внимания, если она начинает поддаваться таким мыслям из серии «я теперь буду дома одна с этим ребенком», «молодость закончилась», это тоже может вызывать нарастание тревожности. Но в большинстве случаев тревожность после родов связана с тем, что человек как бы родил для себя метафору неуверенности. Я не справлюсь, я не смогу, муж бросит, останусь одна, никуда больше не пойду и так далее и тому подобное. Надо разбираться. Здравствуйте, как перестать ходить по врачам в поисках лечения ВСД? Пока симптомов нет, все хорошо. Как только появляются симптомы, бегу по врачам. Вроде успокаиваюсь, опять по новой. Хотя физические боли терплю и не обращаю внимания. Значит, рассказываю. Проблема в том, что неврозы очень хитрые штуки. И мы сами создали невроз, это наш продукт, и мы сами пытаемся в нем разобраться. Просто мы не слышим язык нашего тела. Вообще, наше тело очень хорошо с нами общается. Наше тело подсказывает нам, что не хватает ферритина, не хватает железа, не хватает витаминов. Наше тело нам всегда подсказывает. Оно делает нам звоночки. Когда вы слишком эмоционируете, когда вы чего-то не доедаете, когда вы не досыпаете, когда вы перебарщиваетесь с чем-то, тело всегда с нами разговаривает. Но мы этого не слышим. Так вот, в невротических расстройствах, ипохондрия, поход по врачам, это тоже язык тела. Это тоже подсказка нам о том, что ты не можешь решить свои личные вопросы. Поэтому давай-ка лучше реши вопросы с некими самочувствиями. Проще говоря, ипохондрия, это уход в сторону, по выиске в себе различных заболеваний, это уход в сторону от решения истинной проблемы, которую человек решить не может. Например, девушка не может решить вопросы с парнем, и ей лучше искать у себя болезни. Мужчина не может решить вопросы с женой-любовницей, и ему лучше решить вопросы в поликлинике многократно. Женщина не может разрешить себе самовыражаться. В общем, там великое множество причин, и вся ипохондрия – это всегда уход в сторону от решения конкретной проблемы в жизни, которая где-то есть, она либо неосознанна, либо ей не придана высокая значимость, либо человек все понимает, но не знает, как решить вопрос с мужем, с женой, с родителями, с самореализацией. Не могу поверить, что панические атаки безопасны, хоть убей. Пульс под 180 и экстра систолы. Слушаю и не могу поверить, что безопасно, что делать. Это частая проблема, когда человек слушает какое-то видео, читает какую-то книгу или смотрит курс, и он не может поверить в том, что панические атаки безопасны. И здесь есть одна ошибка. Вместе и я, и все эти тысячи людей не верили в то, что это безопасно. Запомните одно правило. Ваш мозг, вы никогда не поверите в том, что собака не кусается, до тех пор, пока вы не будете эту собаку гладить и не начнете с ней спать в обнимку по ночам. Просто рассказывать себе, что собака не кусается, потому что у нее там нет зубов, потому что она там хороший лабрадор и так далее. Вы в это не поверите до тех пор, пока не начнете с ней обниматься, кувыркаться, не засунете ей там руку в пасть, не начнете отнимать у нее хосточку и вообще не начнете в нос целовать, понимаете? Поэтому основная проблема заключается в том, что люди не делают упражнений, которые доказывают безопасность. А чтобы доказать безопасность при панических атаках, нужно перешагнуть через эту волну, нужно поднырнуть через нее, нужно пропустить ее на тот самый верх, который у вас нарастает. И когда вы на этом самом верху побываете, не делая ничего, вот тогда вы увидите, что как бы вас эти волны не поднимали, там абсолютно безопасно. А большинство людей, когда эта волна поднимается, они начинают спасаться, они начинают убегать, они начинают что-то там сосать, пить, звонить, как-то сопротивляться. И поэтому они не верят в безопасность этого состояния. Вопрос следующий. Как решить проблему дереализации и деперсонализации? Чтобы решить проблему дереализации и деперсонализации, надо решить основную проблему, которая вызывает тревожность или депрессивность. Деперсонализация и дереализация – это либо хроническое тревожное состояние, либо хронически тревожно-депрессивное состояние. Как правило, это и тревожное, и депрессивное состояние. Чтобы прийти к дереализации и к деперсонализации, нужно очень длительное время находиться в определенном психологическом состоянии. То есть нельзя просто взять и заболеть вчера дереализацией, деперсонализацией. И это говорит о том, что человек много лет испытывает определенные проблемы с характером. Как правило, это художники, люди творческие, люди, длительное время находящиеся в состоянии внутренней агрессии. Это люди, которые очень не уверены в себе, которые не могут найти контакт с миром. Это такие, знаете, отшельники нерегализованные. Это такие люди, которые боятся вообще взаимодействия с людьми. И вот пока не решится вот эта социальная проблема, и мы не научим пациента социально работать в этой сфере, которую я описал, дереализация и деперсонализация будут проявляться как метафора, которая, опять же, ваше тело подсказывает, что ты в себя не веришь, ты окружающую стрелу не воспринимаешь. Здравствуйте. Есть ли доказанное влияние метеоусловий, к примеру, каких-то там метеорологических бурь на людей с неврозами? Насколько обосновано это влияние, и как облегчить себе симптомы вегетатики в эти дни? Спасибо за вопрос. Это очень частый миф, который порожден многообразием форумов. Иногда этот миф поддерживают некоторые горе-специалисты. Значит, метеоусловия никаким образом с неврозом не связаны. Ну, предположим, невроз женщины связан с тем, что ей изменяет муж, и она не знает, что с этим делать. У нее на этом фоне появляется постоянная агрессия и тревога, она и уйти не может, и гневается на него, и там всякие перипетии эмоциональные. У нее на этом фоне появляются и астения, и вегетатика, и там всякие соматические заболевания. Погода не влияет ни на мужа, ни на кого. Погода не создает невроза. Да? Есть люди, которые чуть больше поддержаны влиянию перепадов атмосферного давления. Но это не связано с неврозом. Если человек метеозависим, и он очень реагирует на перепады атмосферного давления, он будет это чувствовать и с неврозом, и без невроза. Поэтому связи нет никакой. Поэтому не нужно здесь высасывать из пальца ничего. Не надо рассматривать невроз как какую-то хроническую болезнь, при которой теперь вам нельзя делать прививки, вам нельзя, значит, там летать на самолетах, увы, теперь повышенномечеучаствительны. А невроз – это ваше личное, сука, отношение. Вас с мужем, с мамой, с родителями, с миром, с любовником, с детьми, с гиперконтролем, с убеждениями, с ценностями. Это ваши принципы, это ваши какие-то идиотские амбиции, это ваши какие-то конкурентные личные проблемы, это ваши комплексы. И все это, описанное выше, никак не связано ни с погодой, никак не связано ни с едой, ни с чем. Это только ваши принципы, за которые вы расплачиваетесь своей эмоциональностью. Добрый день, является ли дисциплина основным моментом в преодолении ритуалов в ОКР? Спасибо большое за вопрос. Да, дисциплина является очень важным моментом в преодолении ритуалов, потому что, когда мы работаем поведенчески с ритуалами, мы должны иметь очень большую мотивацию и дисциплину делать это ежедневно, постихонечку, потихонечку преодолевая свой страх. Но также дисциплина является неотъемлемой частью в работе вообще над невротическим расстройством, потому что это ваша ответственность, когда вы проявляете какую-то эмоцию, это ваша дисциплина начать с агоразговаривать, когда вы работаете с агорафобией, это ваша дисциплина каждый день делать определенные вещи. И вообще дисциплина при терапии невротических расстройств, я бы назвал это так, дисциплина и ответственность. Вот два фундаментальных слова. Дисциплина и ответственность. Не невроз виноват, не сердце виновата, не вегетатика виновата. Вот я сижу в кафе, и если у меня возникает вегетатика, это не погода плохая, это не кафе виновата, это не жара виновата, это моя проблема, это моя эмоциональность. Если у меня возникла паническая атака, это моя проблема, это моя ответственность, Это я себя растревожу, это я себя напугал, это я себе продал такую идею. Если я испытываю навязчивые мысли, это моя проблема, это я боюсь об этом думать, это я не хочу об этом думать, это моя проблема. И вы должны это понять, что дисциплина и ответственность – это фундаментальные вещи. А пока вы думаете, что, блядь, мысли какие-то лезут в голову, вегетатика, вот вы такая вся, блядь, последняя девственница колхоза, а вот вегетатика вам мешает. Хер раз два. Вегетатика – это вы, это ваша гнев, это ваш стыд, это ваша требовательность, это ваша эмоция, это вы, а не какая-то отдельно стоящая проблема. Идем дальше. Длительное тревожное расстройство может частично или в целом как-то негативно влиять на нейромедиатора головного мозга. Речь идет именно о том состоянии, в котором находишься годами. Катерина. Катерина, действительно, длительное пребывание в состоянии хронической тревоги и все, что вы описываете, способно изменить нейромедиаторный обмен и привести к вторичной депрессии. Поэтому, да, такое может быть. Именно поэтому мы рекомендуем как можно скорее взять ответственность на себя и как можно скорее принять решение. Вот, например, если ко мне пришла клиентка, и она жаловалась на ВСД и панические атаки и ипохондрию, и если мы за 30 минут понимаем, в чем проблема, что она не может длительное время принять решение с мужем, то чем скорее она для себя решит ситуацию с мужем, с его любовницей, с детьми, с какой-то там жизнью, тем быстрее она заживет в лучшей жизни. Но если клиентка осознала эту историю, но будет продолжать все это тянуть, находясь в длительном эмоциональном состоянии, это действительно может сказаться на изменение нейромедиатора, что приведет к депрессивному вторичному эпизоду. Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, как правильно справляться с навязчивыми мыслями? Значит, есть два момента. Чтобы справиться с навязчивыми мыслями, надо понимать, что такое навязчивые мысли. Навязчивые мысли нельзя рассматривать как какие-то мысли. Вот я сижу такой, да, веду эфир, и вдруг у меня такие мысли в раз прилетели в голову, и они такие крутятся, 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 говорят, что такое вообще? Откуда вы прилетели? Прилетели какие-то мухи в голову, что ли, да? Вот это надо понять. Это не так. Навязчивые мысли не мухи, которые вдруг прилетели к вам в голову и там летают. Навязчивые мысли – это ваше нежелание думать какие-то мысли, потому что считаете эти мыслями опасными или доказывающими. Если я думаю о том, а что, если вдруг я этот муштук возьму и начну сувать себя в одно место, в прямом эфире, и если мне эта мысль кажется, что это ты об этом думаешь, Красико, в прямом эфире, да, вдруг, а вдруг ты этого хочешь? А если сейчас все увидят, о, так, не думай, а может, окей, не надо думать, так, не надо, а вдруг ты, а что я о нем думаю, блядь, что я вообще об этом подумал? Вот что происходит, понимаете? Это вы берете какую-то идиотскую идею про ножи, про балконы, про муштук в заднице, и начинаете эту мысль трагично рассматривать, а что будет, если я это хочу, а почему я об этом думаю? Это структура мышления, и мысль навязчивая становится навязчивой тогда, когда вы как-то эмоционально относитесь к этой мысли. У меня не может быть навязчивой мысли про муштука в заднице, потому что мне дофини батя на эту мысль, да хоть в заднице, в переднице, в прямом эфире, не в прямом эфире, да мне вообще все равно на эту мысль, хоть два муштука в заднице, мне вообще все равно, понимаете, на эту идею вообще саму. Поэтому это никогда не станет навязчивой мыслью. А когда девушка, значит, думает, а что если я вот так? Боже, 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 только бы не сделай, только бы нет, все. Как только вы испытали какую-то эмоцию, какой-то метафори, она станет навязчивой. Поэтому, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, вам должно быть абсолютно все равно на эту мысль. В задницу, муштука, значит, в задницу. Ножи, значит, всех покрошить, значит, всех покрошить. Кишки, там, не знаю, кошки на балконе, значит, кишки, кошки на балконе. Вы должны относиться к этому просто как к идиотскому каламбуру, который пришел к вам в голову из серии «А как я сейчас буду плохой и опозорюсь?» Это метафора. Поэтому чем быстрее вы начнете смеяться над этими мыслями, чем быстрее вы начнете хохотать над этими фантазиями, чем быстрее вы начнете ржать над своей же фантазией, тем быстрее вы от этим справитесь, я вам даю 100%. Расскажите, пожалуйста, больше про агорофобию. Я об этом уже много рассказывал, но если коротко, агорофобия – это очень простая история. Базируется проблема агорофобии прежде всего на неправильном понимании того, что происходит с человеком. Человек убежден в том, что если он пойдет куда-то один, это плохо, потому что у него есть какие-то приступы, и в этих приступах ему надо помочь. Надо выпить таблетки, надо попросить о помощи, надо как-то спасаться. И если этот человек, например, пойдет в торговый центр, и там его настигнет какой-то приступ, ему никто не поможет, и это будет позорно. Поэтому он начинает избегать мест, в котором у него могут случиться такие приступы, и таким образом это зацикливается в избегающее поведение передвижения. Это первое. Ошибка заключается в том, что никаких приступов у агорофобика нет. Это приступы самопугания. Человек привык самопугать себя в разных местах, продажей идеи про то, что у него какие-то приступы. И он испытывает не приступы, он испытывает обычное самопугание. Но воспринимает это самопугание неправильно и убегает домой. Поэтому, чтобы справиться с агорофобией, надо начать себя пугать самому в разных местах и ржать над этим. Я иду себя пугать в метро, я иду себя пугать в торговый центр, я иду себя пугать на улицу. Буду себя пугать до усрачки вообще просто. Вот сегодня весь день буду ходить себя пугать. Пока вы так не отнесетесь к этому, вы с этим не справитесь. А если вы будете себя все время жалеть, ой, боже, боже, как это сердечко не застучало на уличке. Вышла на улицу, сказала, я пришла себя пугать, тварь. Давай, где я тут себя пугаю и как? А что, если случится это? Пускай случится, прямо сейчас, только сколько надо. Все. Понятно? Ой, а что если мое сердце не лежит? О, на твое сердце. Пошла, встала, ноги раздвинула и пошла вперед. Это я так с кем-то разговариваю, да. Вот это очень важно. Без такой жесткости, без такой прямолинейности, без такого подхода вы никогда над собой не справитесь. Иначе вы будете все время вот, ой, только бы не было и самопугания. Вы просто себя самопугаете. Дайте себе, ну, ручечкой и скажите, возьми себя в руки, макака. Это просто самопугание. Поняли? Вот чтобы с этим спрашивать, это важно. Чтобы с этим справиться, это важно. Понимаете? Вот сердобольное только бы не было, не работает в тревожных расстройствах. Только жесткое отношение к себе и в серии возьми себя в руки, обезьяна, давая еще сильнее, что ты тут раскисаешь. Как ты себя пугаешь? Хватит себя пугать. Сегодня, значит, 300 метров, завтра 500, потом километр, полтора, два, торговый центр. Пришла в торговый центр, ой, только бы не испугаться. Похрен, испугайся. Вы должны научиться сами с собой договариваться по поводу самопугания. Но об этом всем в базовом курсе есть более подробно. Как убедить себя пойти в метро? Это следующий вопрос. Понимаете? Когда человек верит, что у него какие-то приступы, или что вот, как у Алексея, полгода был страх, что от прививки случится какая-то проблема, когда вы рассказали себе какую-то сказку в голове, вы действительно боитесь. И вы не делаете, не ходите, да? Вы откладываете поход в метро, потому что вы убеждены, что вам там станет плохо, это ужасно, это невыносимо и так далее. Чтобы себе объяснить и чтобы поднять свою самооценку, вы должны научиться в этом метро жить. Вы должны переступить через себя очень простой идеей. Я когда-то в метро несколько раз испугалась, неправильно поняв свое эмоциональное истощение. Я когда-то была в метро, потому что в тот период жизни у меня было очень эмоционально все с парнем или с мужем, предположим. И мне в метро стало херовато вегетативно. И я просто неправильно поняла то, что мне стало херовато в метро. И я подумала, что это связано с метро, или что мне просто в метро может быть угроза. Вы должны вернуться в метро и сказать себе, я хочу, чтобы мне было херовато в метро столько, сколько угодно. Вы просто должны себе это доказать. А чтобы убедить себя пойти в метро, но как убедить? Все зависит от того, насколько вам надо жить свободной жизнью. Если вы можете ездить в такси, если вам муж отсыпает деньги или родители отсыпают деньги, то, наверное, мало желания перешагнуть через дискомфорт и доказать себе безопасность. Но поверьте, если бы у вас было последние 100 рублей в жизни, и вам бы надо было ездить на работу на метро, вы бы поехали. И серии, история, когда пациенту надо убедить себя захотеть преодолевать проблему – это утопия, это тупик. Пациент, который говорит доктору, пожалуйста, как мне убедить себя пойти на операцию? Доктор говорит, вот есть операции срочные, а есть операции по желанию. Вот для вас преодоление невроза должна стать срочной операцией, без которой вы не сможете дальше жить. А не должна стать просто косметической, вставить сиськи или не вставить. Надо подумать, голодик, два, три. В принципе, и вот так нормально, да, как бы, но в принципе можно и потерпеть. Поэтому вы должны понять, что если я не справлюсь с тревожным расстройством, с агорофобией, с этими всеми вещами, я просто жить не буду дальше, я буду некачественно жить и так далее. Поэтому сделайте это неотъемлемой частью вашего будущего. Следующий вопрос. Почему человек может испытывать вегетативные симптомы, когда на ситуации эмоционально все равно? И тут много лайков к этому вопросу. Это очень хороший вопрос. Я еще раз его прочитаю. Почему человек может испытывать вегетативные симптомы, когда на ситуацию эмоционально все равно? Отвечаю. Вы можете испытывать вегетативную стимуляцию не только потому, что вам сейчас локально на ситуацию все равно или не все равно. Ну, например, мы сидим с подругой в кафе. Ей, в принципе, на ситуацию в кафе абсолютно все равно. Но у нее мама раком болеет. У нее парень вчера трахнул собаку, понимаете? И для нее это эмоционально очень проблематично. Но сейчас в кафе у нее все хорошо. Но проявиться вегетативная стимуляция у нее может в кафе, потому что у нее внутри переполнено напряжение. У нее внутри переполнено тревога. У нее внутри переполнено чувство тупика, как с парнем жить, как с мамой жить, понимаете? И вот это надо понимать. И вот если вы поймете, что не всегда вегетатика прямо пропорциональна ситуации. Как правило, вегетатика – это история про накопленное что-то. И оно может иногда преломляться вообще в ситуации, на которой вам все равно. Ну, например, человек едет в метро на работу и испытывает в метро вегетативную стимуляцию. Но на самом деле проблема не в метро, а проблема в том, что она с мужем не может принять решение уже пятый год, который бухает и пердит в диван, понимаете? И метро здесь ни при чем, а вегетативная стимуляция – в метро. Надеюсь, вы поняли. Добрый вечер. Подскажите, как восстановить тихику после COVID-19, сколько по времени у нас сама восстанавливается? Вчера скидывал в телеграм-канал исследования по этому поводу. Я думаю, что эта тема будет развиваться. Никто вам не скажет сейчас никаких сроков. Другое дело, что сейчас, скорее всего, будем разрабатывать протоколы о том, как реабилитировать разную группу населения после COVID-19. Но скажу вам так, если, например, человек поступил в стационар без какой-то невротической проблемы, и у него просто есть некая постгоспитальная депрессия или постгоспитальная тревога или апатия, то, как правило, это само собой проходит через месяц-очек. Если пациент поступил в стационар, уже имеющийся невроз, личностное расстройство, ОКР, истерию и многие другие проблемы, то постстационарное состояние, оно может просто, так сказать, коронавирус может просто спровоцировать обострение текущего невроза. Поэтому тут надо разбираться, что вы имеете в виду. Скорее всего, как мне видится, коронавирус все-таки больше провоцирует имеющиеся проблемы. То есть человек поступал в стационар уже в проблеме с мужем, с детьми, там самооценкой, самореализацией, получил стресс в стационаре, видя все это, то, что там происходит, испугался, поднял напряжение на макушку, и все, что его до стационара внутри еще как-то будоражило, но не манифестировало, просто, так сказать, случился последний триггер к манифестации накопленного состояния. Здравствуйте! Надеюсь, вы ответите на мой вопрос. Могут ли обмороки связаны быть с тревожным расстройством? В большинстве случаев люди во время тревожных расстройств в обмороке не падают. В тот же момент есть люди, которые падают в обмороке без тревожных расстройств. Поэтому, скорее всего, это либо у вас сочетается, либо просто особенность вашей нормы. Есть куча женщин, которые падают в обмороке, потому что они увидят член, понимаете? И это не говорит о том, что у них тревожное расстройство. Есть люди, которые падают в обморок при заборе крови. Есть люди, которые не падают в обморок. Невротическое расстройство и обморок – это неспецифичная история. То есть я не могу сказать, что все люди с тревожными расстройствами падают в обморок. Но могу сказать, что люди с тревожными расстройствами больше подвержены колебанию артериального давления и колебанию сахара в крови Вот если предположить, что у нас девочка с тревожным расстройством, которая ни хрена не ест, которая постоянно стрессует И которая сама гипотоник с давлением 90 на 60 То при базовой гипотонии, плюс она ни хрена не жрет, у нее постоянная тревога, истерия Васи меня бросил, как же жить без Васи И конечно у нее падает сахар, падает давление, она может схватить коллапс В этом смысле да, но это не значит, что ее коллапс связан с тревожным неврозом Ее коллапс связан а, с специфической историей, что у нее базовое низкое давление Б, это связано с тем, что ни хрена не ест, у нее сахар падает Поэтому это скорее всего сочетанная проблема Надеюсь, вы меня поняли Насколько эффективно, по вашему мнению, аффирмации дают ли они ощутимый результат, например, в отношении веры в свои силы и смелость, чтобы настроиться на работу с тревожностью и так далее Ну, вы знаете, если вы говорите про работу с паническими атаками и с агорафобией И если вам какие-то аффирмации помогают пойти делать упражнения, дать себе по щеке, сказать, ты справишься вперед, погнали в метро, эгегей, давай тут ныряем под волны самопугания Я не буду против, поверьте Главное, чтобы вам это помогало справиться с основной проблемой Но если вы аффирмации поставите как бы в методику терапии невроза, это будет бесполезно абсолютно Ипохондрия как изменить отношение к ощущениям симптомов в моментах появления Я уже говорил, что лечить ипохондрические сомнения в разных отделах тела абсолютно бесполезно Я бы вообще вам не рекомендовал бы пытаться менять отношение к каким-то ипохондрическим моментам, потому что они не закончатся никогда Вам надо сказать себе только одно Моя аффирмация – это два момента Это высокая тревожность по каким-то обстоятельствам в жизни И мое переключение внимания с этих обстоятельств жизни Больше вам не надо ничего знать И я повторю Моя аффирмация – это высокая тревожность и переключение внимания от этих обстоятельств Пока я не решу вопросы с этими обстоятельствами, я не решу свою проблему с апохондрой Добрый день, в терапии два с половиной месяца У меня генерализованы тревожные расстройства Симптомы все, которые были и есть улучшения Сейчас снова вернулось все Почему это откат? А, ну это тема про откаты Значит, запомните, никаких откатов в терапии неврозов быть не может Тема откатов – это история профанации в интернете и детского сада Есть реальность Я либо решила свои вопросы с мужем, либо не решила Я либо решила вопросы со своей уверенностью, либо не решила Я научилась жить самостоятельно, либо не научилась Я научилась принимать решения, либо не научилась Я научилась договариваться со своей гордостью, амбициями, либо нет Я научилась справляться со своими принципами, либо нет Никаких откатов не бывает Любое возобновление, вегетативной стимуляции, тревожной стимуляции Это всегда говорит о том, что вы просто себя обманули Вы сходили на какой-нибудь говнотренинг, где вам рассказали какую-нибудь историю И вы подумали, что вы со всем справились Но решения ни с мужем, ни с женой, ни с работой, ни со всеми перечисленными высшими моментами вы не приняли Поэтому чего вы удивляетесь? Добрый день, комфгорлина, в протяжении месяца врачи ничего не нашли Но это просто история подавленных эмоций В основном это слезы или то, что вы в себе держите Возможно, последние три месяца вы на кого-то очень сильно обижены И вы не можете выразить свои слова Вы не можете выразить свою обиду и свои чувства Потому что боитесь выразить их Вот с этим это, возможно, и связано Термоневроз практически каждый день температура 37,5 на протяжении полугода Как можно избавиться от этого? Очень ухудшает качество жизни Вы знаете, тема термоневрозов, она сложна Потому что надо истинно убедиться в том, что у вас нет хронического заболевания Инфекционного какого-нибудь Во-вторых, надо понять, может быть, это особенность вашей нормы спустя какое-то время Может быть, это гормональная перестройка Может быть, так реагирует тело на какие-то изменения приема препаратов Опять же, гормональные и так далее Может быть, есть какая-то латентная хроническая инфекционный агент какой-нибудь Который постоянно вызывает воспалительный процесс Может быть, так ваше тело реагирует на хронический стресс В котором, Вита, вы находитесь последний год Потому что, возможно, последний год вы говорите себе Я, с одной стороны, хочу быть такой-то девочкой А с другой стороны, все подумают, что я шлюха и проститутка И вот как бы быть между шлюхой и проституткой хорошей девочкой Я пока понять не могу Поэтому хроническое вот это внутреннее эмоциональное напряжение Оно может тоже создавать повышенную температуру в теле у некоторых видов пациентов Добрый день! Панические атаки, почему они происходят и как от них избавиться? По-моему, уже ответил на этот вопрос Это история самопугания, неправильного понимания своего состояния А чтобы избавиться, я уже ответил Ну и посмотрите базовый курс в том числе Пытаюсь угодить и понравиться в компаниях новых людей Веду себя так, как мне не нравится Лишь бы люди со мной общались Можно ли исправить это? Это очень частая проблема Когда человек испытывает хроническое тревожное расстройство И невроз в целом А потому что он постоянно пытается всем угодить Вот эта попытка всем угодить Это попытка предвосхитить отторжение вас из компании Я сейчас коротко скажу До тех пор, пока вы не примете тот факт Что от вас могут отвернуться От вас могут отказаться Вы можете не понравиться Вы никогда с этим не справитесь Потому что, чтобы с этим справиться Вами управляет только то, что вы не можете допустить Если вы будете продолжать Угождать Поддакивать Вы никогда с этим не справитесь Чтобы с этим справиться Надо понять Да, действительно, меня могут отказаться Да, действительно, я могу не понравиться И это нормально И высказать свою точку зрения Допустить то, что вы не понравитесь Допустить то, что отвернуться Сформулировать к этому отношения И пойти делать так, как вы хотите Принимая тот факт Что от вас могут отвернуться Отказаться И так далее, и тому подобное Но это коротко Алексей, спасибо за вашу работу Скажите, какими качествами должен обладать человек Это последний вопрос Чтобы стойко справляться Со всеми негативом, происходящим вокруг Как не впасть в депрессию, невроз Если вокруг такой бардак И на этом мы заканчиваем Какими качествами должен обладать человек Чтобы быть стойкостью Мы об этом будем говорить На ближайшем нашем сезоне Очень подробно И сезон будет посвящен Именно беспринципности Я сейчас скажу страшные вещи С одной стороны, беспринципность Это плохо Это ассоциация с человеком Который какой-то Ну такой Беспринципный Да, это плохо Типа ему пофигу Но поверьте Именно принципы Амбиции И порождают невротические расстройства Мы не можем договориться с собой С людьми С обстоятельствами Из-за принципов И чтобы с принципами справиться Нужно регулярно и системно С этими принципами договариваться Поэтому качества Которыми должен обладать сегодняшний человек Это беспринципностью Это гибкостью Это способностью понимать Что надо уметь играть по правилам Которые сейчас поменялись Ну например Вам не нравится Там какая-то ситуация в компании Но вам надо подстраиваться В некоторых ситуациях То есть вот эта гибкость Вот эта беспринципность в чем Способность где-то подвинуться Где-то настоять Способность не смотреть В ситуацию Как драматический кошмар Вот это на самом деле очень важно Потому что человек Который становится заложниками Своих же принципов Как правило попадает в отделение неврозы Потому что если от ваших Всех жизненных ситуаций С мужем, женой, детьми, мамой Мнением окружающих Отбросить Вашу принципиальность Вы увидите Что от вашего невроза Не останется и следа Спасибо вам За ваши вопросы Я надеюсь Вам стало более понятно Напоминаю Что у нас 12 числа Стартует очень важный Глубокий курс О том Как не воспитать невротик И как справиться С невротической проблемой Соответственно Жмите на ссылку В шапке профиля Регистрируйтесь И будем разбирать Основные причины Возникновения неврозов Их профилактика И устранение Записывайтесь на курс Завтра повышение цены Не пропустите Ваших секретиков Школа эмоционального интеллекта До новых встреч До свидания